Праздник Покороа Пресвятой Богородицы отмечают именно в пределах Русской Православной Церкви, хотя события, связанные с ним, произошли в X веке в Константинополе. Тогда дружины русских князей шли войной на Царьград. Святой Христорадий Юродивый Андрей молился во Влахерском храме и внезапно увидел Богородицу, которая простирала свой покров над всеми молящимися. В тот же миг русские войска развернулись обратно. Парадокс. С XII века на Руси это событие отмечают как праздник. Как пишут историки, для наших предков это было зримым знаком заступничества Богородицы за враждебный в тот момент Константинополь. Ему поверили до глубины души и поверили в благодатную силу Божией Матери, которая с момента крещения Руси стала хранительницей нашего народа. Покров это, он как бы переводится или как бы понимается, что это защита Пресвятой Богородицы, ну скажем так от зла. Защита. Вот я ищу защиты, помощи Пресвятой Богородицы от зла, которая вокруг меня в частности, вокруг моих близких. Вот я прошу, чтобы она защитила меня и моих близких, и вообще всех православных христиан. Здесь в храме покрова Пресвятой Богородицы в Тамбове литургии не прекращались даже в советское время. Долгие годы он был единственным работающим в городе. Во время войны тут служил Святой Лука Крымский. Преподобный Марк Ватамбовский, святитель и исповедник Луки, святых праведных, Бога Отец и Аким и Ямны и всех святых, помилует и спасет нас, как у благ и человека любит. Сегодня эта церковь собрала под своими сводами сотни верующих. Было ощущение, что стоишь в большой семье среди близких друг другу людей. Настолько теплая атмосфера царила в храме. Покров Божией Матери незримо простирался над прихожанами. Царица Небесная и нам с вами сопутствует и содействует, потому что мы живем действительно в благоприятное время, когда имеем благодатную возможность возрождать наши святыни, строить новые храмы, реставрировать сохранившиеся храмы. Нигде, кроме России, нет такого количества храмов, посвященных Богородице. Именно ее считали свои покровительницы святые князья Александр Невский и Дмитрий Донской. К ней обращались ополченцы во время смуты на Руси. Ей перед сражениями молился генерал-синус Михаил Кутузов. И сегодня она не оставляет без помощи каждого, кто обратится к ней от всего сердца, особенно в такой день. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.